Здравствуйте! Новости на телеканале ТВ. В студии Марина Павлова подводим итоги понедельника. Четверо грабителей взломали банкоматы в КФУ. Чтобы получить допуск к ремонту столичных улиц, сдай экзамен. Городская администрация принимала его в Симферопольском районе. Владимир Подлепенцев и Игорь Полищук одержали победу на довыборах в Государственный совет Крыма. По мажоритарным округам номер 9, Керчи номер 19, поселка Гвардейская Симферопольского района. Проводились они в связи с тем, что в октябре Виталий Полищук сложил депутатские полномочия после назначения на должность министра. В Керчи же эта необходимость возникла после назначения Сергея Писарева, депутата Госсовета, главой администрации города. Сегодня на заседании избирком признал выборы, состоявшимися. Явка на участках в среднем составила около 20%. Процесс проходил без нарушений. По двум этим округам выборы прошли спокойно, без каких-либо нарушений. На данный момент каких-либо жалоб в избирательную комиссию Республики Крым не поступало. Что еще раз, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что, в общем-то, вся подготовительная работа, которая была проведена для того, чтобы в единый день голосования, как, собственно, за 10 дней вы знаете, что были организованы голосования досрочные, прошли, опять же таки, без нарушений, прошли на должном уровне. Симферополь объявлен в розыск педофил, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки. Об этом сегодня сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым. Инцидент прошел 10 сентября в подъезде одного из домов крымской столицы. Подозреваемому на вид 28 лет, он имеет восточную внешность, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза темные. Разыскиваемый был одет в футболку светло-голубого цвета с рисунком в виде латинских букв белого цвета, джинсы синего цвета, туфли темные. Всех, кто имеет информацию о данном лице или пострадал от его действий, просьба обратиться к правоохранителям. Ограбление в Крымском федеральном университете. Сегодня ранним утром в главный корпус учебного заведения ворвалась группа лиц, которые избили, а потом связали охрану и вскрыли два банкомата, унеся все деньги, которые находились в них, рассказал ректор КФУ Сергей Донич. Потерпевшие охранники чувствуют себя удовлетворительно. Они проходят судебно-медицинскую экспертизу. На месте работала полиция. Со слов правоохранителей, ограбление совершила группа профессионалов. Алгоритм был прописан очень четко. Они сняли сигнализацию, срезали решетки с окна и влезли на первый этаж здания. Это не случайное ограбление, а хорошо подготовленная операция. Сейчас проводится весь необходимый комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленников. Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова, уже установлено, что грабителей было четверо. Утром в дежурную часть отдела полиции номер 2 Киевский главного управления МВД по Симферополю поступило сообщение о том, что четверо неизвестных проникли в главный корпус одного из вузов. Нападавшие связали охранников и с помощью болгарок распилили несколько банкоматов, откуда похитили денежные средства. Ремонтировать дороги в Симферополе будет еще один подрядчик. Предварительные договоренности между предприятием и администрацией города уже достигнуты. Работой будут проводить около 50 человек и более 30 единиц современной техники. О своих достижениях подрядчик рассказал Симферопольской администрации. Чтобы стать предприятием, которому доверено ремонтировать старые дороги, нужно постараться. Своеобразный экзамен устроила Симферопольская администрация владельцем небольшого асфальтно-бетонного завода в Симферопольском районе. Свое дело директора представляют в лучшем свете. Мол, предприятие полного цикла работы. Из заранее заготовленных материалов делают собственную качественную асфальтную смесь. Всегда стараемся работать хорошо, качественно, выполнять все требования заказчика. Это самая главная наша цель. Главный критерий отбора подрядчиков для городских властей – социальный фактор. Чтобы сделанная работа долгие годы служила на благо жителей столицы. В общей сложности имеется на базе порядка 30 единиц техники и порядка 90 рабочих, что вполне достаточно для проведения качественной работы. И также хочу отметить большое количество материала, которое уже заготовлено, а также большое количество битума, которое, вы видите, находится в цистернах. Ознакомился с производственным циклом и глава администрации Симферополя. Геннадий Бахарев увиденным остался доволен. Кроме того, он особо отметил и экологическую составляющую производства. Что меня, скажем, устраивает и что я даю как положительный фактор именно этого завода, если посмотреть на трубу, идет только па. То есть это экология прежде всего. И сам асфальт. Сейчас мы посмотрели, как сделан. Технологии все соблюдены. Завод новый. Асфальт жирный, так в кавычках скажу, который дает хорошее покрытие и качество. Уже через несколько дней рабочие приступят к ремонту Симферопольских улиц, что весьма ускорит наведение порядка в городе. А за качеством проделанных работ новичков-подрядчиков строгий контроль, чтобы не расслаблялись. Юлия Козырь, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район. Вы смотрите наши новости, не переключайтесь. В Красноперекупске установили памятник Василию Маргелову. Впервые в Крыму состоялась картонная регата. Нижнегорский район необычно отметил свое 85-летие. На этих выходных Красноперекупску исполнилось 83 года. Еще одним славным событием запомнился праздник – открытием нового мемориала в Центральном парке. Бюст генерала армии, командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова, занимает достойное место на Аллее Героев рядом с мемориалом «Воинам-интернационалистам». И появился там благодаря инициативе общественности и основателю проекта Аллеи Российской Славы Михаилу Сердюкову. Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова «Я – десантник». Говорил в свое время Василий Маргелов – человек-легенда, герой Советского Союза. Олицетворение эпохи развития и становления воздушно-десантных войск. Под более чем 20-летним руководством они стали мощным кулаком в структуре вооруженных сил. Не только для жителей Красноперекопска, а для каждого крымчанина открытие мемориала Василию Маргелову – значимое событие. Памятники не так часто открываются, тем более легендарным лицам. Поскольку Красноперекопская земля издревле полита кровью и оценена мужеством воинов до исторических эпох, во время Первой гражданской войны, во время Великой Отечественной войны. Сейчас, во время нашей революции, когда мы отставили Крым, именно здесь была пограничная полоса. Поэтому поколения должны знать и помнить, кто есть настоящие герои, и герои именно духа. Я даже не могу передать, что на душе творится. Мы в том году открыли у нас Симферополь памятник Маргелова. Сегодня открыли в Красноперекопске. И так пойдет по всему Крыму. Вот на Украине на данный момент везде памятники сносят. А мы наоборот будем ставить, потому что это наши предки, наши герои. Мы должны их везде чтить. Как недавно мы открыли памятник Жукову у нас в Симферополе. Ветеран ВДВ Владимир Тиндо лично был знаком с Василием Маргеловым. Лично жал ему руку и не мыл свою несколько дней. Настолько этот момент был важным. Маргелова впервые увидел, будучи курсантом в Рязанском воздушно-десантном училище. Первые его слова молодежи оказались пророческими. Ну что, сынки, послужим отчизне. А запомнился человек-легенда таким. Уставшим очень. И что характерно, глаза у него были очень добрые. Он всегда, говорят, он прожил жизнь солдата. Генерал прожил жизнь солдата. Он действительно уел с нами на учебных полях, на тактических занятиях. Он прыгал с нами с парашютами. Он даже был такой случай в моей практике, когда солдатик, ну не в моем подведении, а в соседнем, отказывался прыгать. Ну бывает такое молодежь, моральное такое какое-то вот, преломление. Командующий этот вопрос решил просто. Он снял с себя парашют, одел его на солдата, а парашют солдата одел на себя. И прыгнул с его борта. И солдату некуда было деваться. Он сам отделился от самолета, след за командующим. Памятники ставятся для грядущих поколений. Именно поэтому на торжественное мероприятие Владимир Тиндо пришел с внуком, чтобы уже впитывал дух патриотизма и жизнь свою посвятил Отечеству. Десантник. Твой прадед тоже десантник. Дядька у тебя десантник в Академии учится. И ты будешь десантником. Его, глядя на памятник Баргеллу, будешь следовать семейной традиции десантника. И бабушка десантника. И бабушка жена офицера десантника. Он будет десантником. Марина Павлова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ, Красный Перекопск. Нижнегорскому району Республики Крым исполнилось 85 лет. Гости праздника и жители села Желябовка, где в минувшие выходные прошли юбилейные торжества, отметили этот день, проведя необычную картонную регату. Впервые в Крыму на воду спустили суда, построенные любителями из картона и полиэтилена. На уникальном заплыве побывала и наша съемочная группа. Порядка 20 самодельных судов спустились на воду к восторгу и удивлению публики. Некоторые из них даже удачно и быстро преодолели дистанцию за отведенное время. Не обошлось и без потерь. Все же картон-материал ненадежный. Мы немножко расширили географию, спортивные соревнования, в том числе на байдарках настоящих. И сегодня шуточные гонки на картонных кораблях. Будем продолжать в том же виде, выдумывать какие-то фестивали, чтобы людям было не просто прийти, походить, послушать речи, а в общем-то, придумывать какие-то интересные развлечения, районное мероприятие такое. И мы пригласили коллектив определенный, и вот выдумываем, постоянно выдумываем какие-то новые-новые фестивали. К необычному заплыву участники готовились самостоятельно. Все яхты и корабли сделаны своими руками из картона и подручных материалов. Полиэтилена, пенопласта, пластиковых бутылок. Кто-то, как, например, Александр Брындин и его друзья, впервые попробовали себя в качестве настоящих судостроителей. А кто-то только благодаря именно этому конкурсу смог осуществить свою давнюю детскую мечту. Ну, это лодка, тут соревнования идут, ну, будем плавать на этих лодках самодельно. Картон, пенопласт, бутылки. Вчера испробовали, вроде нормально. Капитан корабля «Черная жемчужина» пиратского, знаменитого фильма «Кирата Карибского моря». Идея пришла нам сразу, только объявили конкурс, мы реализовали свои детские мечты. Мы сделали такой корабль, у нас ушло на него, ну, буквально неделя. Все сделано из картона, немножко рейки, деревяшки, скотч покрасили. У нас получился такой персонаж. Один из организаторов мероприятия, глава администрации Нижнегорского района Александр Петров уверен, крымская картонная регата станет традиционным мероприятием для дня района. И не исключено, что пойдет еще дальше. У нас сегодня республиканский турнир по гребле на Байдарке, у нас сегодня чемпионат Крыма по брейк-дансу, у нас сегодня артисты с хорошим светом, с хорошим звуком, группа «Таврика». Ну и ключевое событие – это первый в России заплыв на картонных самодельных судах. У нас уже зарегистрировалось 24 экипажа. Я думаю, весь Крым, а может и вся Россия будет приятно удивлена тем, что крымчане стали первым в этом начинании. И мы надеемся, что это мероприятие будет проводиться в нашем Крыму, в нашем Нижнегорском районе ежегодно и примет всероссийский масштаб. Ну и самое главное, конечно же, приз. Лучшая команда и самое прочное судно сразились за настоящую морскую моторную лодку. Егор Петрунин, Роман Анания, Служба новостей ТВ, Нижнегорский район. На Южном берегу в Ялте прошел показ модельной одежды дизайнеров полуострова. Крымская неделя моды. Девять модельеров из разных районов республики представили свои коллекции в надежде завоевать главный приз конкурса. Получение полного высшего дизайнерского образования в одном из престижных московских специализированных вузов. Изысканные платья, удобные, практичные повседневные наряды. Необычные аксессуары, позволяющие подчеркнуть индивидуальность любого характера, придать нотку загадочности, выразить любые переживания посредством своего гардероба. Платья, конечно, сложные. Над каждым платьем трудились я и мои помощницы. Ну, где-то порядка, наверное, недель-трех. Специально подбирали ткани, гипюры. То есть, работали действительно именно над этой коллекцией для этого показа. В этом году главный приз Крымской недели моды – сертификат на получение дизайнерского образования. В одном из престижных московских вузов, при участии которого и проходит показ. Впервые проходит крымский конкурс модельеров-дизайнеров, который мы организовали совместно с Московским институтом моды, дизайна и технологии. Главный приз в этом конкурсе – это обучение для дизайнера в течение пяти или шести лет. То есть, получение абсолютно бесплатно полного высшего образования по специальности дизайнер-модельер. И дополнительные призы мы посылаем наших дизайнеров от Крыма представлять Крым и крымские коллекции на неделе моды в Москве. Практически все представленные модельерами наряды рассчитаны не только на подиум и претензиозного зрителя, но и для повседневного ношения. Супер коллекция в том, что это смарт-кэжуал. Донечка может одеть вечером, одеть утром одежду, переодеться, добавить какой-то аксессуар, добавить какой-то модный образ и в течение всего дня использовать. Красота и изысканность вечерних нарядов, представленных публике крымскими дизайнерами, позволят любой женщине подчеркнуть свою индивидуальность. Организаторы уверены, показ не оставит зрителей, а особенно зрительниц, равнодушными. Егор Петрунин, Роман Ананьев, служба новостей ТВ Ялта. Спасибо, что вы были вместе с нами. Звоните нам и пишите на сайте ТВ и Ньюэ. И сейчас не пропустите новости спорта. Их для вас подготовил Тарас Бризицкий. Тринадцать спортсменов в Симферополе поборолись за кубок по бильярду среди молодежи. Участники из четырех городов полуострова, помимо столичных, это бильярдисты из Севастополя, Евпатории и Керчи играли в свободную пирамиду. Турнир прошел под патронатом председателя городского совета. Виктор Агеев на открытии соревнования и сам взял в руки кий. Он разбил пирамиду, нанеся торжественный первый удар. С каждым годом все больше и больше принимают участие в этой игре. Это выдержка, это умение, это мозги работают для того, чтобы понимать, куда забить шар. И, конечно, это в то же время спорт. Потому что, я уже говорил, что за партию игрок вокруг стола проходит 800 метров. Это серьезно. Все участники розыгрыша кубка в бильярде не новички. Большинство из них уже успело заявить о себе на всероссийских турнирах. Играли не только юноши, но и девушки. Например, Татьяна Нагорная. Она выступала на чемпионате страны. Спортсменке все равно, кто ей противостоит, мужчина или женщина. Она занимается любимым видом уже много лет. Сразу я его полюбила. Не знаю, как только я взяла кинь в руки, то все. Меня это захватило так, что прям вообще не оторвать было от стола. Спортсмены из Крыма. Регулярные участники чемпионатов страны. Играть за пределы полуострова выезжают по нескольку раз в год. К ответственным соревнованиям многих бильярдистов готовит Денис Белкин. Он же судит крымские турниры. Очень сильные спортсмены. Они сейчас готовятся. На каждый турнир выезжают. Я как данный тренер подготавливаю их. Борьба представляется очень интересной. Как для зрителей, так и для самих участников данного турнира. Игра продолжалась до трех побед. Каждый успешный участник встретился с несколькими противниками. 14-летний Герман Клинк по итогам турнира оказался самым удачливым. Именно этот спортсмен из Севастополя одержал уверенную победу в абсолютном зачете. Рецепт успеха чемпиона прост. Развивать позицию, чтобы было дальнейшее продолжение и легко забить восемьские. Трофей разыграли в Симферополе уже в третий раз. Все участники розыгрыша кубка получили ценные призы. Лучшие из них, помимо медалей, дипломов и кубка, удостоятся права выступать на чемпионате России по свободной пирамиде, если подтвердят свой класс в первенстве республики. ТСК Таврия после четырех туров чемпионата Крымской премьер-лиги сохранила лидерство в турнирной таблице. Сейчас у симферопольцев 10 очков. Не заставили столичных футболистов оступиться игроки аутсайдера турнира Бахчисарая. Бахчисарайцы пока не сумели выиграть ни разу. Лишь однажды они сыграли в ничью. На поле локомотива Таврия владела ощутимым преимуществом, но смогла забить только один гол под занавес первого тайма. За симферопольцев вновь отличился Евгений Одинцов. Теперь на счету этого игрока уже четыре результативных удара. Он стал единоличным лидером гонки бомбардиров. Одинцов опережает на один гол Николая Хомича из Евпатории. В следующем матче Таврия встретится с ближайшим преследователем Ялтинским Рубином, в активе которого 8 набранных баллов. Севастополь опустился в турнирной таблице уже на третье место. Не по силам морякам оказалось дома обыграть Беркут из Армянска. Даже со своим лидером Александром Жабакритским, вернувшимся на поле после дисквалификации. В этом матче зрители на трибунах СКС так и не увидели забитых голов. Хотя шансов у СКЧФ было достаточно. В особенности после перерыва, когда на поле появился нападающий Юрий Плежаков. Лишь у него одного было как минимум три возможности, чтобы подарить своей команде три очка. Но самым опасным моментом не воспользовался Евгений Прокопенко. Артема Кошелева он не смог переиграть с 11-метровой отметки. Беркут мог замахнуться и на победу, но мяч после удара Ленура Ахунова издали попал в перекладину. Я их поблагодарил за игру. То же самое я сказал, что и вам, что надо забивать голы. Без забитых голов не бывает побед. Мы играем целенаправленно с двумя нападающими. Я думаю, что ни один клуб в Крыму в этот футбол не играет. Да, у нас есть претензии к защитникам, но их трое. Мы идем на риск, мы идем, жертвуем одним защитником для того, чтобы увеличить количество моментов и увеличить атакующий потенциал команды. Результатом и игрой я доволен, потому что я скажу, что у нас команда, вот сегодня 9 человек новых вообще было. Хочешь, не хочешь, а надо время, чтобы ребята сыгрались. Тут уже физиология человека такова. И вот сегодня я вижу по сегодняшней игре, что ребята уже и сыграются, и коллектив сформировывается, то есть как в быту и на футбольном поле. И я хочу поблагодарить своих ребят за сегодняшнюю игру. Теперь у зевастопольцев 6 очков. В таблице они уступают и Таврии, и Рубину. От лидера моряки отстают сразу на 4 пункта. В следующем туре подопечные Олега Лещинского отправятся в Евпаторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова